Алло, здравствуйте. Первое коллекторское бюро записи разговора ведет Скаченко Ольга Валерьевна. Могу услышать? Можете. Можете. Братственное уведомление о переуступке прав требований от Банка Москвы получали? Нет. В свое время вы оформляли кредит в октябре 2013 года на определенных условиях платности и возвратности. Производили оплату на протяжении полгода, потом оплата перестала поступать. То есть в какой-то период времени вам банк начислял штраф, а потом в конце концов у вас была переуступка прав требований в апреле 2016 года. После переуступки сумма фиксированная, штрафы не начисляются. Общая сумма вашей задолженности на данный момент составляет 110 тысяч 355 рублей 0,1 копейка. Требование компании произвести оплату добровольным путем до 9 марта. Успеваете произвести оплату? Требование какой компании? Первое коллекторское бюро, организация, которая переуступила права требований у банка. Мне абсолютно все равно на вашу компанию. Вы кредит оформяли для себя? Какая вам разница? Вы должны нам денежные средства. По какой причине вы перестали производить... Я у первого коллекторского бюро ничего не занимал, ничего с ним не подписывал. Я же вам объяснила. Вам законы, в принципе, как и для всех граждан одинаковы? Вы ничем не отличаетесь? Точно так же, как и для вас одинаковы законы. Я ни единому слову вашему не верю. Вы меня сейчас обманываете. 382 статья. Если не верите, можете обратиться в Банк Москвы. Что там написано в 382 статье? Скажите. Банк переуступил права требования. Раньше вы являлись клиентом Банка Москвы. Чем отличается право требования от долговых обязательств? Скажите. Мы можем банком работать на основании агентского договора. Если вы до сих пор бы являлись клиентом Банка Москвы, я бы сейчас сразу бы вам сказала, что вы являетесь... Что я звоню вам с первого коллекторского бюро, а оплату вы будете производить на реквизиты Банка Москвы. Когда происходит переуступка прав, то вы будете... Чаще всего эта переуступка происходит, когда, скажем так, банк ждет долго денежные средства. Там выбирает уже банк. Либо банк подает на взыскание по судебному решению, либо банк просто-напросто в течение суток-двух получает денежные средства путем переуступки прав требования. С помощью этого срок давности возобновляется, сумма фиксированная. Но тут, кроме того, чем отличается то, что приставов не подключают к этому. Я говорю, чем отличается уступка права требования от долговых обязательств? У вас есть долговые обязательства перед нашей организацией. По какой причине вы перестали производить оплату? У вас есть договор уступки долговых обязательств или договор уступки права требований? У нас есть договор сессии. Это что такое? Я же вам сказала, договор переуступки прав требований. Что такое право требований и что такое долговое обязательство? Скажите мне сейчас. Это вам было направлено письменное уведомление, документы о переуступке прав требований, где написано ваша фамилия, имя, отчество, ваш номер договора. И то, что вы являлись клиентом банка Москвы, а сейчас вы являетесь клиентом первого коллекторского бюро. Понятно? Вы меня внимательно сейчас слушали, что я у вас спрошу? Я у вас спрашиваю повторно, я вас спрашиваю, чтобы вы мне нормально ответили на мой вопрос. Вы приобрели право требования. Долговые обязательства ваша компания не приобретала. Вы меня слышите? Долговые обязательства это у вас перед нами. Не могут быть у меня перед вами долговые обязательства, так как вы не купили мой кредитный договор. Мы переуступили право требования у банка. Вы являлись клиентом банка, сейчас вы являетесь клиентом первого коллекторского бюро. Я не давал согласия являться клиентом вашей компании. А вы давали согласие на нарушение? У вас есть пункт такой, что вы можете не производить оплату? Вы в свободной форме отказались производить оплату? Да, есть такой пункт. Я имею право. Да, есть такой пункт. У вас первая группа инвалидности? Есть такой пункт. Есть такой пункт. Я имею право не платить. Если у меня есть какие-то споры с банком. Если у меня какие-то споры с банком. У меня возник спор. Подождите. И все споры решаются в суде. И никаких передачах, никуда, никому, нигде там ничего не сказано в моем кредитном договоре. Кредит был оформлен на определенных условиях. На каких условиях? Я вам говорю. Вы меня слушаете? В кредитном договоре нет пункта, который разрешает банку передать мой долг третьим лицам. Ну и не запрещает. В кредитном договоре должно быть указано. Нет, Олег Евгеньевич. Либо с моего согласия, либо без моего согласия. Если в кредитном договоре данного пункта нет, то только с моего согласия это делается. Я вам еще раз говорю. Вы законы читаете? Банк сам принимает решение. Банк сам принимает решение. Откройте 382 статью и почитайте внимательно. Только с согласия должника. Только с согласия. Нет, нет. Да. Вы нарушаете условия договора. Вы нарушаете условия договора. В условиях договора не указано то, что банк может продать долг третьим лицам. Без моего согласия. Я вам только что в начале диалога сказала. Если клиент нарушает условия договора, банк имеет полное право либо подать на взыскание по судебному решению, либо переуступить права требований. Переуступить права требований с согласия должника, если не указано в кредитном договоре. Нет, я вам еще раз говорила, Олег Евгеньевич. Не путайте. Вот вы так путаете людей, пудрите людям голову. Это вы сейчас от темы пытаетесь отойти. Кредит по какой причине перестали производить оплату? То есть вы оформили кредит через невозврата? Да я с вами, Ольга Валерьевна, это обсуждать не буду, потому что вы некомпетентное лицо и не имеете никакого отношения к моей персональной информации. Вы, пожалуйста, по себе людей не судите. Если вы человек безответственно, обманным путем завладели денежными средствами банка, пожалуйста, свою безответственность на нас не надо перекладывать. Где работаете сейчас? Вы меня что, внимательно сейчас слышали, что я сказал? Вы такое ощущение, как будто разговариваете с другим человеком. Вы слышали, что я вам сказал? Работаю на фабрике. Где вы сейчас работаете? Работаю на фабрике по уничтожению коллекторов. Я надеюсь, не заеду, не заеду, работаю за денежные средства. Целыми днями уничтожаю коллекторов, таких как вы. Я надеюсь, заработную плату получаете вовремя, Олег Евгений? Я вообще не получаю никакую заработную плату. Я работаю за идею. Идея одна – иметь коллекторов бесконечно. Тогда делаем запрос на детализацию. Да идите вы нахуй со своей детализацией, понятно? Семья, дети, родители, работа, место проживания. Всего доброго, до свидания.